Делиться знаниями и вместе искать новые идеи. Участники форума диалога «Корпорация будущего», который состоялся в информационном центре Балаковской АЭС, учились работать в единой команде над проектами, которые могут уже завтра быть востребованы как в атомной отрасли, так и в других областях промышленности. И генерировали идеи на этом форуме ученики атомклассов и студенты балаковских вузов. Как вы думаете, почему именно от чистоты и качества воды зависит работа реактора? Почему грязная вода, вредна? Есть какие-то идеи? Коррозия оборудования процесса. Коррозия, кто сказал, что происходит? Правильно. Потому что вода, загрязненная солями, попадающая в оборудование, вызывает коррозию, обложение. И этого допустить никак нельзя. Людям, не касающимся атомной отрасли, кажется, что все в ней уже придумано, рассчитано и введено в действие. Однако у подрастающего поколения нашлись идеи, как можно усовершенствовать работу атомных станций. Изучая основы энергетики в атомклассах и в институтах, ребята уже сейчас начинают менять будущее, пока своими мыслями, которые потом вполне могут воплотиться в реальность. Я думаю, что нынешнее поколение обгонит и перегонит нас в этом начинании, потому что их умы еще не заширены традициями, опытом, ограничениями. Они еще открыты для всего нового. И то, что для них сейчас является обыденностью, для нас в свое время было фантастикой. Участники форума с большим интересом и азартом включились в увлекательный процесс обсуждения идей развития атомной отрасли. Конечно, некоторые их задумки были из области фантастики или уже были придуманы учеными. Но в споре и дискуссии рождается истина. Вот мы все знаем, что есть прудохолодитель, он очень сильно нагревается, то есть идут большие потери энергии от АЭС. Можно эту энергию направлять на нужды, допустим, городов-спутников АЭС. Это закладывалось, представительство второй очереди закладывалось тепломагистрально от атмосферы на город для отопления. Но вторую очередь не построили, и магистраль не построили. Лучшие из идей, выбранные большинством как наиболее перспективные, защищались в диалоге с оппонентами из других команд. Кроме этого, за дискуссии наблюдали и специалисты Балаковской АЭС. За какие только темы не брались участники форума. От проектов по повышению безопасности АЭС и беспроводной передачи электроэнергии до перемещения грузов в космосе. И после форума ребята делились своими впечатлениями и размышляли о том, почему они хотят связать свою жизнь с атомной отраслью. Поскольку я в информационных центрах атомных станций очень часто, и в ГК Росатом нахожусь, поэтому как таковых новых знаний здесь для меня не было, но освежил знания. Любая электростанция атомная априори в России, она экологически чистая. То есть, поскольку у нас стандарты-то они достаточно жесткие, намного жестче, чем во всем мире, поэтому что Балаковская атомная станция, что любая российская АЭС, она как самая экологически чистая, так и самая безопасная. На мой взгляд, реакторы, которые сейчас используют атомной станции, это уже прошлый век. Реакторы на быстрых нейтронах – это то, что нужно нашей стране, ведь они более экономичные, более безопасные и более энергоэффективные. Я познакомился, может быть, с своими будущими коллегами. Новые знакомства всегда хорошо, особенно в моей любимой отрасли. Первый раз с атомной отраслью я познакомился, когда мне было всего лишь 12 лет. Я увидел атомную станцию и через год уже смог пойти туда на экскурсию. И насытившись этой энергией, всей этой огромной конструкцией и организмом, я понял, что мне эта отрасль очень нравится. Поэтому мое хобби – это атомная технология. Авторы лучших идей были отмечены в нескольких номинациях, в их числе портативный энергоблок, искусственный интеллект для АЭС и создание искусственных мышц, которые найдут применение в производственных процессах. И эти задумки только кажутся далекими от реальности. Уже сейчас некоторые из них находятся на стадии разработки.